В Одинцовском районе продолжается реализация областной программы по ремонту подъездов в многоквартирных жилых домах. В этом году на территории городского поселения Заречья планируется привести в порядок 21 объект. Больше трети из них уже готовы. Качество выполненных работ проверил глава Одинцовского района. Сегодня мы посмотрели три подъезда в разных стадиях. Качественно проводятся работы. Видно, что все вещи согласовываются с жителями. И цвет стены, и то, что необходимо сделать, и входная группа, и двери, и слаботочная система. Окна, которые уже были здесь заранее поменены. Считаю, что мы здесь тоже справляемся на очень хорошую оценку. Андрей Иванов добавил, что всего на территории Одинцовского района к 1 декабря должны быть отремонтированы около 1200 подъездов. В них планируют установить пластиковые окна, поменять клапаны мусоропроводов, осветительные приборы, плитку и двери. Глава района также осмотрел строящийся храм новомучеников и исповедников российских. Как сообщил его настоятель, священник Александр Коновалов, на сегодняшний день готовность объекта составляет около 70%. Рабочие уже приступили к установке иконостаса. Также в зоне алтаря были уложены мраморные плиты. Следующим этапом станет возведение крыши и купола на колокольне. Есть определенные сложности, проблемы, с которыми сталкивается настоятель храма. В основном они финансовые, потому что строится храм на деньги прихожан, благодетелей, которые помогают. Поэтому строительство растянулось. Это не государственная, не муниципальная стройка. И мы всячески, увидев тот фронт работы, который еще нужно сделать, всячески будем помогать и разговаривать с представителями бизнеса и с другими структурами, которые могли бы помогать в строительстве храма. Андрей Иванов также проверил качество ремонта в культурно-досуговом центре поселка Заречья. Это наше такое большое детище с районом. Он располагается в Доме культуры Заречья и имеет уже очень много успехов. Ведутся переговоры по передаче здания в собственность муниципальную городского поселения. И дальше, я так думаю, что после реконструкции это будет знаковое также место в поселке. Центр притяжения, центр культурно-спортивной жизни. Там есть у нас и бассейн, и зрительный зал, спортивные залы. То есть мы вдохнем в него новую жизнь. Юрий Чередниченко доложил, что в здании полностью изменили внешний облик первого этажа, заменили остекление, обустроили классы для занятий творчеством, модернизировали систему очистки воды в бассейне, произвели частичную замену сантехнического оборудования. Затем рабочие приступят к ремонту бассейна и тренировочного зала. Андрей Иванов подытожил, что все поставленные задачи в Заречья решаются успешно. На сегодняшний день это поселение является одним из лидеров в районе по темпу выполнения работ. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.